Хей, ребят, всем привет! С вами Косёк Гасанов. И да, мы наконец-то с вами добрались до Сеула. Мы в столице Южной Кореи. Я, наверное, уже года четыре сюда хочу попасть. Особенно с тех пор, как познакомился с каналом Кости и самим Костей. Кстати, Костя завтра приедет, так что мы несколько дней будем здесь вместе. И сейчас я нахожусь около дворца, самого главного королевского дворца здесь в Сеуле. Пойдемте посмотрим, что там. Это одно из самых важных мест в плане туристического. Здесь, в столице Кореи. Заходим внутрь. Последний раз в таком дворце я был в Пекине. Здесь вот девушки в национальных корейских костюмах фотографируются. Купил берет, стоит три тысячи. Итак, ребят, что это вообще за дворцовый комплекс? Это был главный дворец династии Чосон, которая... или Чосон, которая здесь в Корее властвовала до 1897 года. В Корее я имею в виду и в Северной Корее, и в Южной Корее, потому что раньше Корея не была разделена. Спускаюсь в метро. Вот так вот выглядит проход. Также есть иероглифы, как и в Пусане. Станция метро здесь обычная, ничего такого особенного, как, в принципе, везде в Азии. Единственное, здесь очень и очень широкие поезда. В Пусане были узкие. Вот так вот выглядит станция. Как всегда, стеканная перегородка. Написано на корейском, на английском, на китайском, на японском. А вот и карта Сеульского метрополитена. Да, немножко выглядит запутанно, но на самом деле все очень просто. Особенно если вы живете в Москве, то вам будет легко разобраться. Вот так вот выглядит поезд. Посмотрите, насколько он просто широченный. Серьезно, он шире, чем в Китае. А вот и поезд. Вот так выглядит снаружи. Ребята, хочу вам показать квартиру, пока я не навел здесь беспорядок. Вот это вот вход. Сразу же тут же вот я разулся. И это моя кухня. Квартира очень маленькая, но довольно-таки уютная. Здесь я поворачиваюсь, у меня шкаф. И здесь ванная. Все как обычно. Дырка в полу, как всегда. А где сам душ? А, вон. И здесь же сразу получается проход в комнату. Тоже маленькая уютная комната с зеленым копром. Вау, смотрите, что здесь есть. Уютно! Круто! Доброе утро, ребят. Сегодня новый день. Вот я живу в Сеуле, в таком обычнейшем вообще районе. И когда я выхожу из дома, у меня видна сеульская телебашня. Вот она. И я сегодня туда направляюсь. Пришел в Старбакс, жду Костю. И посмотрите, с каким классным видом я сижу. У меня ощущение, что я где-то в Японо-Гонконге. Костя подошел. Привет, Костя. Я взял соевое молоко сейчас за 1200 вон. Довольно-таки вкусно и такое густое очень. Какое-то такое прям натуральное. И на улице жарко. Сегодня 32 градуса, по-моему, уже. Мы идем к фуникулеру. И такой красивый открывается вид. Город мне напоминает все вместе. Как-то Гонконг, Шанхай, Японию, в которой я еще не был. Вот это здание вообще китайское. Костя покупает билеты. Кстати, чтобы вы знали, можно везде оплачивать все карточкой. Вот сейчас Костя мастер-картом, по-моему, оплачивает. И стоит 8500 подняться наверх и спуститься вниз. Ура! Мы сейчас с Костей поднимемся вон туда. Мы поднялись. Солнце печет очень-очень жестко. И вот открывается вид на Сеул, который находится полностью в дымке. И видно, видите, что горы, получается, прямо вот вокруг Сеула. А здесь Сеул с другой стороны. И вон там вдалеке вот это вот самое высокое здание Сеуля. Посмотрите, какого жука мы тут встретили. Он очень... Клещ какой-то. Разноцветный. Он опасный, сто пудов. Ааа! Ааа! Это клещ! Он прыгнул на меня! Он просто прыгнул на Костюк. Ну, поверь, поверь. Поверь, поверь, поверь. Поверь, поверь. Не, у тебя нет ничего, я не вижу. Просто он напал на тебя. Костя меня привел в район Мёндон. И здесь очень много всякой одежды, косметики. Вот так вот прям торговые ряды до самого конца и все улицы. И, если честно, это просто безумно похоже на Гонконг. Вот самая главная пешеходная улица. Здесь местных же много, не только туристов, получается, да? А Костя еще говорит, что здесь все сделано для китайцев, потому что китайских туристов много и много что на китайском языке. Но сейчас проблемы, кстати, политические же между Китаем и Кореей. Китайцы меньше сейчас едут в Корею, потому что ее недолюбливают. Очень уж я люблю все вот эти вывески. Смотрите, мне принесли еду. Это суп с мягким тофу. И он прям кипит. Офигенно. Там еще, по-моему, морепродукты есть. И очень острый суп. Принесли мне его с рисом. Стоило 7 тысяч. Ну и, конечно же, традиционно здесь кимчи и редиска. Вода, как всегда, бесплатная. Костя наливает. Мне нравится то, что в Корее очень многое можно есть ложкой. В Китае это ели бы палочки. Здесь прям мягкий тофу. Он прям вот видите. Острый. Ну да. А ты что от такого супа ожидал? Сам тофу похож на белок яйца. Просто не такой безвкусный, короче, немного. Миди вкусный. А вот что принесли. Костя, Костя, что это? Это блюдо называется танкасса. И оно оригинально из Японии. Танкасса. И это обычная, как котлета панировки с соусом. Это свинина? Обычно, да. Смотрите, какой пес. Но его здесь не готовят. Кость, а мне сказали, что корейцы все равно едят собак, просто скрывают это. Типа они стесняются говорить, но они все равно часто едят. Это правда? Где-то 7% корейцев только ест собак. Только старые люди едят. А молодые? Молодые никто не ест. А кюнха ест? А, не кюнха ест. А прикинь, на самом деле, ест по вечерам. Просто скрывает. Смотрите, продают фунчозу. Ой, остреньким пахнет. А это мясо? Фу, вот это же нужно убирать. Типа в России это считается негигиенично. Типа когда сверху появляется вот эта вот штука, ее убирают. И опять эти неестественные кореянки. Просто полностью выбеленная девушка. И потом молодежь хочет быть тоже вот такой. А направляемся мы с Костей к Тон-де-Мун-Плазе. Это что это, Костя? Ну, это типа торговый центр, но на самом деле не очень. Вообще, это исторический центр. Типа вот это специальный такой культурный объект. Ага. Смотрите, как необычно все выглядит. А здесь, видимо, проводили раскопки и что-то старое осталось историческое. Но просто это здание шикарное. Наверное, мечта всяких инстаграм-блогеров. С этой стороны очень красиво смотрится. Здесь даже есть какая-то статуя. Но ощущение, как сказал Костя, что ты где-то в тарелке. Вот так это здание выглядит с высоты. Здесь просто лужайка. Там отдыхают люди. И можно попасть вот сюда на крышу. Кирилл всегда смотрит мои видео. Кирилл Скобелев. Кирилл, я думаю, что тебе бы очень понравилось это здание. Здесь продают уличную еду. Кучу мяса. Это, наверное, сосиски. Все жареное в масле, либо в остром соусе. Я, наверное, возьму себе такпоки, да? Сладкое и острое. Оно не прям такое острое, как обычно. Нормально. 2000-й стоило. Это из рисового теста шарики сделаны. Они сами посидимые вкусные. Просто соус остренький, либо с каким-то другим вкусом. В корейском метрополитене есть вот такие вот места. Они сделаны бордовым. И они, типа, для беременных, с детьми, стариков, инвалидов и так далее. И даже когда они свободны, а стариков нет, никто не садится. А я сидел в Пусане всегда. Вот почему сейчас тебе приходится стоять бедному человеку? Кость, а еще я думал, что только китайцы не уступают места. А когда вот эти места... Китайцы никогда не уступают места. Когда эти места заняты бабульками, другие бабульки стоят. И никто им не уступает места. Да, поэтому сюда лучше вообще никого не садится с бабушей. А почему? Ты же говорил, что корейцы очень уважают старых. Очень уважают. А почему они не уступают места тогда? Вот нечего тебе сказать, да? Просто никто не выступает. Обидно. Вот в моих глазах Корея именно такая. Много людей, куча супермаркетов, много кофеен, еды и всякого такого. Костя сказал, чтобы в его глазах тоже. Боже, здесь такое происходит. Короче, одна женщина, вот эта вот кореянка, вот эта в зеленом, избила вот этого вот парня. У него течет кровь в шее. Пришла полиция. И теперь куча людей просто говорят, захватите эту женщину, спасем корейца бедного. Ребят, мы пришли в американскую кафешку. И я заказал себе вот такой викторианский омлет с панкейком, с картошкой, кофе. И по-моему, все это мне обойдется в 15 тысяч. А еще здесь Света, знакомьтесь. Света, это русскоязычная немка, которая живет здесь. И Света хотела нас отвезти на территорию Америки, здесь в Сеуле. Но меня не пропустили. У меня нет айдишки. То есть суть не в моем гражданстве, а то, что у нас паспорта. Но Свете я еще позадаю вопросы, так что увидимся чуть попозже. Здесь я хочу сделать небольшую поправку. Мы думали, что нас не пустили, потому что у меня нет айдишки, у меня только загранпаспорт. Но на следующий день Света хотела отвезти Костю на американскую базу. У него есть айдишка корейская, но его не пустили, потому что у него российское гражданство. Так что граждан России просто не пускают на территорию американской базы в Сеуле. Хотя Света уже проводила туда других иностранцев. Мы идем к Свете домой. И здесь такой прикольный, милый район, довольно-таки чистый. Но на самом деле много где есть такие районы в Сеуле. Мы прям поднимаемся, получается, в гору. Мы поднялись на крышу. Здесь просто так светит солнце. Я вам сейчас покажу вид. Правда, все в дымке, поэтому не очень хорошо видно. Но все, что вблизи, по крайней мере, видно нормально. Здесь вот такой вот открывается вид. Вот эта вот телебашня, к которой мы с вами подходили. И вот этот вот район такой низенький совсем. А американская территория вот здесь получается, да? Вот здесь зеленая. Свет, а расскажи, пожалуйста, про вот эту американскую территорию, куда меня не пустили. Что это такое и почему это на территории Сеула огромное пространство принадлежит Америке? Я точно историю не знаю, почему именно оно находится там. Но мне кажется, что после Корейской-Корейской войны американцы сказали, так, вы не сможете, давайте мы. Поможем вам. Типа того. И они поселились прямо в центре. Мне кажется, чисто из-за принципа. Это считается американская земля. American soil. То есть ты заходишь туда, как иностранец. Тебе надо, чтобы кто-то сопровождал тебя. Ты просто так не можешь зайти. Надо, чтобы как бы с приглашением. Вот я хотела... У Светы муж американец военный. Мы про это не уточнили, а то они подумают, почему ты можешь нас туда водить. Я могла бы вас привезти с собой, как я была за вас отвечала. У меня были бы карточки визитные ваши, что вы находитесь там под моим наблюдением. Мы бы могли там покушать в отеле. Там есть отель, там есть... Это как мини-Америка. Там есть школа, бассейн. Там несколько бассейнов вообще. На улице и внутри. Есть госпиталь. Есть отель. Супермаркет огромный. Есть маленький, маленький маркет. Есть большой. Есть автобус, который ходит каждые полчаса по всем станциям. Мне кажется, там два автобуса, там три линии. Они просто делают круги по этой базе, потому что очень большое пространство. Можно везде пройтись пешком, но далеко. Улицы и дороги прям выглядят, как в Америке, широкие. Не принимают корейскую валюту или другие валюты. Можно только долларами или кредитной карточкой расплачивать. Судя, фактически это как будто территория США. Да. Вот получается оттуда, с высоты, вот это вот вся-вся-вся-вся, где вот зеленая территория. И это только одна сторона, да? Где-то одна третья из всей территории. И, Света, расскажи кратко немножко о себе, чтобы они поняли, почему ты говоришь на русском языке, кто ты и от какое у тебя гражданство и ну и так далее. Я русская немка. Я родилась в России. У меня мама немка, которая первая из четырех или пяти генераций впервые вышла замуж за русского. Потому что бабушка, дедушка, они женились только на немцах. Прабабушка с прадедушкой, женились только на немцах, но в России. Она вышла замуж за русского, но мы уже в это время жили в Коми-Республике, в Сыктывкаре, но мы жили в Ухте. И потом, в 96-м году, Германия открыла границу и сказали, бывшие немцы, возвращайтесь домой. Так как мама с папой уже были женаты более пяти лет, в этом, в 96-м году, папа пришел вместе с ними, как бывший немец. То есть мы жили как немцы, обратно в Германии. И у меня получается двойное гражданство. Я родилась в России и пять лет прожила там, и мы вернулись как немцы в Германию. Немецы сказали, на тебе, вы немцы, дали нам немецкий паспорт. А мама сказала, что будем с русским делать? Я говорю, вставляйте себе, если хотите. Сроссили Россию. Говорит, что нам делать с русским паспортом? Ну, вообще-то вы наши тоже. Мы оставили два паспорта. Мы выросли на двух языках, в двух языках, в двух культурах одновременно. И нам легко и на русском, и на немецком. То есть я в России говорю, я немка, все говорят, конечно. А если в Германии говорю, я русский, они говорят, мне тоже не верят. А мы же замуж за американ. Живу в Корее. Офигеть, очень интересная история. Спасибо. А ты ведешь к Инстаграм или еще что-нибудь? У меня есть Инстаграм, да. Я могу оставить твой Инстаграм? Да, я оставлю Инстаграм, Свет, если вам интересно. Все, спасибо большое. Не за что.